В этой лаборатории студенты-химики занимаются изучением состава различных веществ, в том числе ударопрочного полистерола. Именно из этого материала сделан корпус видеокассет. По словам специалистов, просто выбрасывать в мусорный бак видеокассеты не стоит. Это вторичный ресурс, который можно переработать. То есть кассету необходимо для этого разобрать, корпус измельчить и гранулят уже можно продать на предприятие, занимающееся изготовлением изделий из ударопрочного полистерола. Также сама пленка у нас представляет полиэтилент и рифталат с нанесенным лаковым покрытием с включенными оксидами железа и хрома. В принципе, полиэтилент и рифталат, он также перерабатывается. То есть это материал, из которого изготавливают питьевые вот эти вот бутылки PET. Сама по себе выброшенная на свалку видеокассета значительного урона экологии не нанесет. Если она будет находиться под действием прямых солнечных лучей, вероятнее всего, через 20 лет пластик станет хрупким и разложится. Единственное, что нельзя с кассетами делать, это их нельзя сжигать. Потому что полистерол при сгорании выделяет стерол, который является токсичным. Старые видеокассеты могут быть полезными не только как ресурс для переработки. Из них можно сделать массу полезных вещей. Например, ленту использовать как пряжу. Кассетными блоками выложить клумбу и затем покрасить в яркие цвета масляной краской. Умельцы делают из кассетных блоков даже предметы мебели. Кассеты между собой склеивают, получается каркас. Журнальный столик или практичный стул – здесь уже на что хватит фантазии.